МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры программы новины региону. Студия Павел Савицкий. Витаю вас, глядите у гэтом выпуску. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кольки Маглевчан, что дня працуют и кольки они зарабляют на громадких работах по уборце сельгазпродукции. Золотый шлягер 2017, что цикавого чекая аматоров музычной ностальгии селета. Щадроты восенских святов у чарговой импрэзи областного фестивалю «Скарбница Падняпроуя». Глядите празд некальки хвилин. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да помогчи аграриям и подзарабить. Больше за сотню могилевчан что дня корыстаются такой мощностью. Городское управление по праце, занятостей и социальной обороне организовывая оплачиваемые громадские работы по уборце сельгазпродукции. Наемные работники из областного центра опрацуют в Шкловском, Беланицком и Могилевском районах. Это хороший, да? Да, это нормальный. Людмила Шутова, качаны пекинки, выбирает досконала. Вельми важный товарный выгляд. Плотная, до двух килограммов, без сапсованного листья. Это и таково. Ранее пекинку бачила только на полицах крамы. И хотя Людмила на поле первый день, а ли уже удячная, что подказали про такие работы. Добрая организация, есть подвоз на поле, перопынок на обед, одним словом, працовать можно. Если ты стал на учет, допустим, и позвонить могут, если срочно надо будет куда-то бригаду набрать в бирже. То есть на их помощь можно рассчитывать? Можно. Если есть желание, то конечно. Жадание есть у многих. Только на этом поле приватного предприемства працовать будут 25 человек. Посели 30 гектар. Мы рассчитываем получить готовую продукцию и тысячу тонн. Главное показать, чтобы она была внутри чистая, неповрежденная, незаселенная насекомыми. Красивый внешний вид должен быть. В отпуске, пока отдыхаю. Ну, решила подработать. А сколько обещают вам заработок какой? Ну, еще не интересовалась. Первый день, пока еще не время интересоваться. То есть сначала себя показать, да, потом? Ну да, наверное, так. Мы запытались. Зарабить за смену працованный может 20 рублей. При этом убрать треба 2 тонны пекинской капусты. Громадские работы организованы зараз и на уборце инших сельгазкультур Цибули, Бураков, Морквы. Записаться у таких працованный десант можно у городским управлений по праце, занятости и социальной обороне. Олеся Рыбалка, Виталий Алексеенко. Новины региона. Дальше продавать продукцию Аблспожу Союз плануя и на Кермашах. По информации Головного управления гандлю и послуг Аблаканкама, в осень запланована калеча трех сотен кермашов, яны будут сладиться во усих районах в области. Широкий ассортимент мяса молочной, рыбной, хлебобулочной продукции и, зрозумела, садовины и городнины по традиции будут реализовывать фермерские господарки, сельгазорганизации, гандлевые кропки и индивидуальные предпринимальники. Так, у Могилёвы ближайший кермаш запланованы на 16 вересня на территории середней школы номер 41, а 17 вересня на пляцовце калягандлевого центру у микрорайоні Казимирука. Специалисты удокладняють, кермаши во усіх районах организують ледь не до конца листопаду. Про докладный график проведения осеньских кермашов и их места можно доведаться на сайте Могилёвского Аблаканкама. 59 минаметных мин розного калибру и 7 выбуховых детонаторов до гранат. Такая незвушайная знаходка трапилась и гребникам у лесным масиве недалёко от вёски Кускевичи Быховского района. И она одразу потелефоновали правооховникам. На место выехали супрацовники 11-го управления по боротьбе с организованной злошинностью и сапёры войсковой части 67-13. Якознашили специалисты у СИАЗной Динасброя периоды Великой Отчинной войны. Сапёры вывезли с находку небеспечное место и изнищили. В преддверии проведения операции «Арсенал» на территории Республики Беларусь хочу обратиться к гражданам Могилёвской области, кто располагает информацией о местонахождении схронов, оружия, боеприпасов, а также в отношении лиц, занимающихся незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, обратиться в территориальные органы и дать данную информацию. О Бобруйском районе автомобиль «ГАЗ» сбил велосипедиста. Авария отбылась на автодорозе «Бобруйск-Глуск». Як поведомили у Диаш-Аутоинспекции, 48-годовый местовый Жихар рухался на велосипеде по проезжей части, ранится и колеса было тёмно. Як означают инспекторы ДАИ, на оденье и на велосипеде были светлоотбивальные элементы. На 25-м километре дороги на велосипедиста здесь не унаезд грузовик. Мужчина загинул на месте. Сё лето отбылось 28 дорожно-транспортных сдареньев за делом велосипедистов, у которых 4 человеки загинули, 24 отримали травмы. Палава ДТЗ отбылась по войне владельника у двух головых. У Могилеве отбылось открытие городской вахты памяти. З этой нагоды пройшов гоноровый митинг. На площадь Славы собралось около тысячи человек, навык не глядячи на дош. В этой традиции у Могилеве шмат год. С початком научального года молодь областного центра знов и знов заступает на вахту памяти. Сё лето у 34-й раз. Тут на площади Славы, каля Вечного огню, пост номер один. Право нести вахту памяти гоноровое. Яго вучные, навученцы и студенты имкнуться заслужить. В очередной раз сегодня мы встречаем для того, чтобы открыть по-новой ещё раз эту вахту памяти. Это действительно центр патриотического воспитания молодёжи. Мне кажется, что ребята делают очень важное дело. Для того, чтобы почтить память, жертвы Великой Отечественной войны. Мы должны это помнить, потому что они отдали жизнь, чтобы мы жили под мирным небом над головой. По традиции, подчас гонорового митингу подводят в выники огляду конкурсу на лепшую организацию и несение вахты памяти у минулом годе. А молодшим школьникам, які вырошили стать пионерами, повязывают гальштуки. Олесь Рыбалка, Александр Артемьев, Новин Регион. Квитки на концерты Золотого Шлягера поступили у продаж и каштуют от 15 до 70 рублей. Международный музычный ретро-фестиваль отбудется у Могилёвы напраконцы Кастрышника. Первый фестиваль Золотой Шлягера отбылся у Могилёвы в 1995 году. Миновата тут народилась идея музычной ностальгии, якая потом стала надзвычай популярной на постсоветской просторы. Публяка хоча чуть золотые шлягеры у выкананья артыстов в своей молодости. Прынамся на гэта фестиваль до нас приеде Эдита Пьеха, якой испаўняется в 80 году. Организаторы обяцают, што сёль этот фестиваль будзе разностайным. Боўш музычных жанров, боўш насычные концертные программы и боўшу дельников. У афишах ёсць джазовы концерты, так само программы классичной музыки и народной. Про сёлятние планы золотого шлягеру и агуных зорок рассказал ў интервью телерадио кампании Магилё директор областной филармонии Дзянис Шаблинскі. В этом году наш фестиваль посетят таке известные артисты, как Эдита Пьеха, Игорь Корнелюк, Александр Малинин, группа Джой и группа Бакара. Цена билетов составит на наши программы от 15 до 70 рублей. Билеты уже в продаже. Глядзите интервью Дзяниса Шаблинскага про золотый шлягер у информационно-аналитычной программе Дэнями. Шадроты восиньских святов. Чарговая импреза областного фестивалю «Скарбница по дня праву» отбылась и в Магилёве. У дел примали представники Славгородского, Хотимского, Шкловского, Черековского и Чауского районов. На фестивале могилючане смогли познайомиться с восиньскими традициями могилючаны и навыд паспробувать сезонные стравы. У нас вельми смачные гречаники, а якие смачные гурки, а яще блины с плечей. А яще, конечно, стравы из бульбы, кавашковой яблок. Але и гэта не ўсё. Разом с традиционными стравами свайго региона у Дзельники привезы на фестиваль свои песни, припелки, вышиванки, керамику, паясы и рушники. Вось, например, Виктория больше пяти год займаецца паясами и каже, на их ёсць попыт. Это традиционные белорусские пояса на таком приспособлении, как бердо. Это вот такие дощечки с дырочками, между ними прорези. Вставляются ниточки в дырочки, в прорези. И потом, когда мы опускаем или поднимаем бердо, у нас меняется зев. Мы прокладываем точную нитку и получаем полотно такого ширины, как пояс. Попыт на поясы, на традиционные белорусские рушники, а так само на аксессуары с соломой и глиной росте. Мода не стоит на месте и теперь на фэшн-показах у сё частей состракается оденье с традиционными белорусскими орнаментами. В оси на фестиваль скарбнице по Дняпровье пришли и малые, и сталые. Кожный со своим интересом. Сегодня, вы знаете, мы достигли того уровня, когда стало модно быть в народных традициях. Сегодня модно одеть вышиванку, сегодня модно одеть веночек летом. И сегодня к этим традициям люди привлекательно относятся и с удовольствием наблюдают, изучают. После всех по частунковой мастер-классу Могилючан чекала театрализованное представление с чадрот и восемьских святов. С традиционной белорусской музыкой и стародавними народными обрадами. Например, на добрый урожай, цена будущего мужа. Судей, Боже, знаете, с кем век доживаете. С чадрот и восемьских святов, так бы мовить подвели рысу с селетнего областного фестивалю с кармницей по Днепроге. Тепер его удельники глядача с нетерпением чекают гала-концерт, який отбудется у Кастрышнику. Наталья Юдакимова, Денис Бутылин, Новины региона. Один день в життя Радоя Могилёв можно увидеть в окнах библиотеки имя Карла Маркса в областном центре. Радоя ведущая стали героями фотосессии, как показать, кто находится по той боку микрофона. Выставу примерковали до юбилея Радоя Могилёв. Ладится я на умежах проекта «Арт-Окно». Идей было шмат, каже Радоя ведущая Наталья Глушкова. От традиционной ретроспективы вырошили отмовиться и показали день тя перышни, какие яны работники радуют тут и зараз. Так отрымався гэтый фотопроект. Наши слушатели не видят нас в эфире, только лишь слышат и совершенно не знают, что происходит внутри. А любой творческий процесс, он как раз таки интересен изнутри. Поэтому эта работа, эта фотовыставка, это свое родное открытие карт. Ненамного, конечно, но тем не менее мы постарались приоткрыть в таком художественном воплощении. За каждым голосом особный человек со своими думками и эмоциями. Их фотограф Алена Бузук, якая до речи починала на Радою, а зараз працует телевядучий, паспробовала убачить прас-абъектив, зловить и захавать у фотосдымку. Так Максим Астравухов на фото с велосипедом, музычный редактор Радою Могилёв, аматер здорового ладу життя. И кубача кава на столе – неадъемный атрибут ведущего ранешнего эфиру. Все разные, но все настолько харизматичные, настолько яркие, что заряжаешься от их энергетики. И я так думаю, что в фотографиях это видно. Все фотографии настолько живые, настолько наполненные энергией. Я так думаю, что те, кто будут смотреть эту выставку, они это увидят и почувствуют. Не один год Радою Могилёв з'является информационным партнёром городской библиотеки имя Карла Маркса. Наприклад, все лето ладзился суместный социальный проект до 750-ти годзя Могилёва, края знавчая маршруты. Ну и естественно, мы планируем новые проекты. Один из них – это мы рассчитываем еженедельно выходить в прямой эфир и рассказывать о интересных книгах, о новинках каких-то литературных. И вообще просто разговаривать о литературе. Надеемся, что это будет интересно. Фотовыстава ладзится у окнах библиотеки сбоку в улице Яцина. Поглядеть на любимых радиовядучих и журналистов можно у весь вересень и кастрышник. Алена Соловьева, Деонис Бутылин. Новины региона. У Могилёва распачалась областная межгалиновая спартакиада профсоюзов. Для активистов организации это головная спортивная падея года. Лепших вызначают только по выниках трёх дён споборництвов. Спартывный комплекс лакоматы у Минавиты на Яго-Территорой каждый год сбираются профсоюзы на межгалиновую спартакиаду. Популярность с поборництва у Растя разом с её и колькостью дельников. Всё лето Яна повеличилась и на треть. У программе з'явился и новый вид – дартс. Мне понравился один из дартсистов. Он сказал, что дартс – это дартс для друзей. И мне вот этот лозунг очень понравился. Ну и при том плюс доступность. То есть мало нужно места. Не так затратно в плане инвентаря. Везде можно найти уголок, где покидать. А ещё волейбол, настольный тенниш, мэтбурья, мини-футбол. Знайсти свой вид спорта на спартакиаде довольно просто. Отзываются люди очень активно. И в общем, как-то в подборе команды обычно проблем никогда не бывает. То есть люди хотят быть здоровыми и принимать участие в таких массовых мероприятиях. Медоки, педагоги, машинобудовники и коммунальники у тела спартакиаде берут у все. Мы находим время для того, чтобы выйти и хотя бы потренироваться. Какие любимые виды спорта? Волейбол, также мы играем в настольный теннис, дартс, любим играть. Команды протягнут, демонстроват спортивные таленты напереде финальной сустрэчы. Кто переможе в спартакиаде, доведаемся у неделю. Андрей Шуляк, Дианис Бутылин, Новин Региона. Чемпионат Республики Беларусь по мотокросе присвеченный 90-годию ДТСА в пройдя у Могилевским экстремпарку 16-го и 17-го вересня. У споборниццев примут удел поля сотни спортсменов из всех регионов Беларуси, а также мотоциклистов из России, Балты, Чехии и Германии. Первый день заезда у мотоциклы с объемом от 50 до 125 кубичных сантиметров. Юниор и мотоциклы с поляской. А вот 17-го вересня заезды пройдут в классах 85 и 125 кубиков. OpenB и Ветеран. Усе новины глядите на нашем сайте tvrmg.by На этом я с вами развітуюся. Дякую вам за увагу и до сестра шоу эфиры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!